Потому что у нас, как Морбеков говорил, существует 5000 дел о двойниках, когда ты приходишь домой, а там ты уже есть. Потому что 21 декабря – это Рождество, Рождество Земли, и не всегда происходит точное деление, понимаете? То есть где-то сдержался человек или целый народ. Вот у нас, смотрите, больше сотни городов имеют одинаковое название. Но Питер понятно, и Москва тоже понятно, Александрия тоже их там около 30 по миру. Но это в честь кого-то, чего-то, да? А есть просто, например, Брест Белоруссии, Брест во Франции. Или там, допустим, в Москве, значит, в московских тоже много городов областных, которые тоже где-то существуют. Но их больше сотни специально занимался этим вопросом. Когда мы не только город, такое же название имеет, там и люди те же самые, которые были в этом городе, понимаете? Ну, то есть разножился город, но он не ушел, а сдвинулся по странствам, в другое какое-то место. У нас просто много на это не обращают внимания. Да и люди, когда начинают говорить об этом, естественно, в прошлом вообще светила психушка сразу же. Или когда человек пришел и сказал, что он с другого на время не прибыл, понятно, что птиковки не избежать. А то, что плоская земля, это уже программно затеяли эти наши завоеватели, то есть рингвика империя, чтобы доказать, что у нас мозгов нет, и у нас же был статус условно разумный. А после того, как большие маститы ученые, которые считаются, что имеют авторитет и представляют мнение всего человечества, стали говорить о том, что земля плоская, и говорили глупые аргументы, которые, ну, даже ребенок скажет, что это фейк. А они перед большой аудиторией, с умным видом, все это начинают вещать. Ну и все нас перевели в неразумные. В неразумные, во-первых, нас заставляют писать, что мы национальность, да, не народность. Народность – это то, которое, или народ, который живется на земле. А национальность – это значит, мы вообще не отсюда, мы прилетели, не имеем никаких прав на землю. Это первый момент. А теперь мы нас еще перевели в неразумные. То есть над нами не просто можно делать всякие эксперименты, но можно выкинуть с земли. Сейчас это, в общем-то, и происходит. Они ждут только лишь подходящего момента, чтобы можно было высадиться, наконец, на землю. Вот стали сейчас кормить детишек эти-то, ну, чтобы были там инсекторы, ну, насекомые, короче говоря, их белками. Зачем это делается? Ну, потому что нам не надо управлять, а будут вторгаться инсекторы. Вот богомолы, в частности. Вот, это такая агрессивная, достаточная цивилизация, которая и на Луне тоже присутствует. Ну, и она вот сейчас будет вторгаться к нам на землю. Понятно, что, чтобы их управлять людьми, надо быть подобными ими, а как подобными? Надо людей заставить быть подобными, инсекторы. Для этого им начинают питаться. У нас раньше для того, чтобы общаться телепатически, был специальный обед, то есть объединение пищи. Когда пища одинаковая, можно общаться телепатически. Почему вот муж и жена, они вместе живут, одинаково едят и все, они же друг друга по условию понимают. Ну, потому что общая еда, общий химизм. Вот, то же самое и здесь. Они едят пищу насекомых, ну, и становятся подобные насекомыми. Ими можно управлять уже насекомыми. Насекомые будут управлять. А ведь у нас, мы считаем, что войны — это сабли, пистолеты, автоматы, пушки, пулеметы. Нет. Война — это вот захват управления. А когда у человека подобность возникает, понятно, им можно управлять. У них-то мощное поле по сравнению с нами. Мы-то ведь не знаем, как его создавать. Ну, я не говорю про жрецов, я говорю вообще. Про человечество, у нас всех этих знаний нету. Нас их лишили. В массе. Поэтому, в общем-то, Земля, понятно, что это шар. И Солнце — это не лампочка. И звезды — это никакие не кристаллы на небесной тверде. И земля не покоится на трёх стонах, или там черепахи, но и прочей глупости. Солнце.